Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio мы все ближе к календарной весне. За его поддержку копеечкой благодарю Кирилла из Бусти, Дмитрия Энн, сегодня я тоже в новом мерче, и Алексею Бе с удовольствием передаю привет Максару из Курска. Спасибо вам, ребята! В этом выпуске новинки от Stigmata, GnR, отмена нашествия и многое другое, но сначала интеграция. Кто постоянно смотрит мои ролики, знает, что реклама такого типа у меня на канале бывает очень редко, но когда бывает, то максимально в тему. Как вы знаете, у Skillbox много курсов по музыке, но я бы сегодня хотел рассказать именно про курс профессия продюсера музыкальных проектов, потому что за годы занятий музыкой понял, насколько важна роль такого человека. Один из ярчайших примеров в рок-музыке это Рик Рубин, без продюсерского таланта которого мы не услышали бы лучших альбомов от таких групп, как Rinking Park, System of a Down, Slipknot, Limbiscuit, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Slayer и многих других. Программа позволяет пройти путь с нуля до полного погружения, с современным подходом к музыкальному продюсированию, с прицелом на конкретную целевую аудиторию и тренды. Среди спикеров много звезд, которые сотрудничали с большими артистами вот этими. Можно попробовать себя сразу на нескольких специальностях на музыкальном рынке и выбрать направление, в котором хочется развиваться больше. На курсе вы научитесь работать в программе Ableton Live, узнаете, как устроен процесс создания трека, его сведения и базовый мастеринг, научитесь писать музыку самостоятельно, разберетесь в том, как устроен музыкальный бизнес и как работать в нем, как искать перспективных артистов, создавать успешные проекты, продвигать и монетизировать их. Создадите полноценный релиз совместно с другими артистами. Лучшие студенты получат грант от партнеров курса на дистрибьюцию и продвижение релиза. Курс можно пройти полностью онлайн, но доступна и настоящая офлайн-практика в студиях Москвы и Санкт-Петербурга. В нее входят индивидуальные групповые занятия и самостоятельная работа в профессиональной студии. Сможете перенимать опыт успешных продюсеров, пользоваться профессиональным оборудованием, реализовывать интересные коллаборации и участвовать в джем-сессиях. А еще вы станете участником музыкального комьюнити в чате с тысячами студентов и выпускников, в котором сможете делиться своими треками, идеями, планами, находить музыкантов для коллабораций. На курсе есть отсрочка платежа, то есть первый платеж можно сделать с 7 месяца обучения по беспроцентной рассрочке. А еще при покупке этого курса в бонус можно получить второй курс на выбор, а также год английского от Skillbox. Что еще важно, по промокоду NoMercy1 для моих подписчиков будет скидка 60% на курс. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действуют предложения. Для этого переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и следуйте за мечтой. А я потом буду рассказывать в своих новостных выпусках о ваших музыкальных успехах. Стигмата выпустила новый сингл под названием «Море и корабли» вместе с мокрым клипом в качестве коллаборации с игрой «Мир кораблей». Это история о борьбе и надежде, о том, как важно сохранять веру даже в самые трудные времена. Куплеты прям очень злые, метальные, кричащие. Припевы, наоборот, красивые, в лучших традициях распевов Нельсона. На 2.45 вот в этом наговоре я был очень удивлен звучанию вокала. Резюмиры, думаю, мясной составляющей трека. А мясное здесь все, кроме припевов и вокального куска перед последним припевом. Ну и, собственно, сами контрастные добрые припевы во всем этом тоже звучат норм, как трек вам. Шикарные струнные оркестровые студии Live на свой трек «Пуля» выложили Джейн Эйр. Все по-взрослому дирижирует красноволосый и непревзойденный маэстро Олег Кобельский из группы «Бзик». В исполнении оркестра инструментал звучит супер эпично. «Пуля» выступила за главным треком экспериментального проекта под названием «Джейн Эйр в цвете», который был сыгран и заснят на видео перед концертом в Александрийском театре, где группа выступала в сопровождении струнного оркестра. В целом мы уже видели, как многие группы делали оркестровые версии своих треков, и это уже не вызывает уау-эффекта, но в случае с «Пулей» было действительно интересно, и хочется теперь послушать весь альбом в таком ключе. Кстати, выйдет он 1 марта, в день рождения на «Мерси Радио», а 14 апреля Джейн Эйр будут презентовать его с симфоническим оркестром в московском клубе «Бэйс». Новость одной строкой. Фестиваль нашествия перенесли еще на год. Его не проводят аж с 2019-го. «2024-й – это год 25-летия фестиваля, но обеспечить в этом году уровень необходимой безопасности для гостей и артистов невыполнимая задача», – сказали организаторы. И добавили, что помимо безопасности, нашим важнейшим приоритетом остается сохранение уникального музыкального и культурного формата, который представляет нашествие. Мы хотим, чтобы фестиваль сохранил масштаб, лайнап нашей традиционной активности, развлечения и, конечно, неизбываемую атмосферу главного приключения года. А на вопрос, почему другие фестивали проводятся, а нашествия нет, ответили, что другие фестивали не собирают такое огромное количество гостей в одном месте. А вы планируете изгонять на какие-нибудь летние фестивали? Прикольный совместный трючок замутили американцы From Ashes to New с Кристи из группы Against the Current. Песня называется Barely Breathing. В клипе «Мрак», «Тимбёртоновские деревья», «Чёрные руки» и «Милашка Кристи» с «Подкачанным животиком». Альбом под названием «Преждевременная старость» и «Панк-рок» вышел у никчерников бэнда. Боль в суставах нет порог, но все, что нам осталось, не мешай других подрок, преждевременная старость. Пластинка состоит из 10 треков, один из них заглавный, даже с MC Юрием Хованским на фите. Презентовать будут 18 мая в Питере и 24-го в Москве «Поп-панк не сдох». У ярославских поп-панков «Ex Superheroes» вышел совместный сингл с ялтинскими рокерами «Step by Step». Песня о светах воспоминаниях и о дружбе. Раньше друзья были чем-то большим, чем сейчас. Другие приоритеты, планы, мечты, все растворяется в материальном взрослом мире. Только воспоминания позволяют оставаться собой. Я всегда радуюсь, когда вижу группы, продолжающие играть такую музычку. Красавцы и ярославцы в начале марта едут в мини-тур, покорять северную столицу, Выборг и Великий Новгород. А 23 марта рубанут в Москве в уже культовом панк-фикшен. Песни до пяти утра, дружба нам всегда, где землей ты. 29 февраля, в последний день календарной зимы, москвичей и гостей столицы жду в клубе «Джао Да», что в минуте от станции метро «Китай-город», где мы будем рубить, с группой «Можем хуже». Ссылочку на встречу и билеты найдете в описании. Как вам моя футболочка? За классный подгон, спасибо ребятам из группы «Таймсквер». У них скоро тур, поэтому приходите на ближайшие концерты. Я вот постараюсь быть в Москве. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент клипа на трек с пластинки 2003 года. Сколько лет вам тогда было? От одной из моих любимых британских emo пост-хардкор команд. Кто знает и помнит, увидимся в комментариях. Всех обнимаю, приподнимаю и отстукиваю кулачок. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...